Вот. Ну, собственно, заголовок полностью соответствует содержанию. Предыдущая версия библиотеки ITIL, как, в общем, наверное, все уже давно знают, вышла в 2011 году. С одной стороны, да, и я всегда это говорил, наверное, неплохо, что она довольно долго не менялась, потому что не та область, которая требует каких-то очень быстрых изменений. Да, все-таки орг-вопросы, они достаточно стабильны. Но, с другой стороны, и появляется много нового, да, там и гибкие подходы, и текущие версии библиотеки не все, не на все, так сказать, вопросы, не все лучшие практики были освещены. Ну, в общем, кто вот бывал, допустим, у меня там на курсах, знаете, я всегда говорил о том, что, скажем, связка с проектным управлением, с разработкой, не самое сильное, прямо скажем, место текущей версии ITIL. Поэтому, конечно, назрела необходимость в новой версии, она долго разрабатывалась. Ну, и вот, надеемся, что сейчас, сейчас, сейчас выйдет. Ну, вкратце давайте, наверное, представлюсь для тех, кто со мной еще не знаком. Меня зовут Данил Динсис. Ну, я как-то вот, не знаю, повезло, наверное, всю профессиональную карьеру в IT-отрасле. Программистом, проектным менеджером, консультантом, вот, сейчас портфельный менеджер, партнер, консалтинговая практика, ну, то есть, вот, занимаюсь, вот, в том числе, вот, есть, если говорить об ITIL, статус ITIL, эксперта, вот, тренерский. Ну, вот, и в четвертой версии принимал участие, как рецензент, вот, зарегистрированный. Выпускающая организация, ну, давайте начнем с общих сведений. Это Axelos, да, это консалтинговая очень крупная компания, которой некоторое время назад были делегированы права на выпуск библиотеки ITIL. Ну, честно скажем, первоначально, первоначально была анонсирована дата 10 ноября для выпуска новой версии, ну, да, вот, как-то, как часто бывает, не сложилось. Сейчас очередная ожидаемая дата, это первый квартал 2019 года. Ну, вот, собственно, о чем поговорим, каких обновлений ожидать, что сохраняется, ну, и, наверное, интересующий многих вопрос касательно структуры сертификации, порядка обновления. Начнем со структуры. Начнем со структуры. Что поменялось? Достаточно серьезно меняется терминологический аппарат. ITIL, IT Infrastructure Library, в своей четвертой версии, будет себя включать в следующие разделы. Это ключевые концепции, руководящие принципы, вот новый термин 4 измерения, да, в оригинале буквально dimensions, да, управление услугами, система построения ценностей и услуги, то есть существенно усиливается акцент на бизнес-ценность, создание ценностей, непрерывное улучшение и то, что мы раньше называли вот процессами, процессы сохраняются, называются лучшие практики, да, и число процессов даже увеличивается. Ну, и вот, собственно, по порядку все эти 6 аспектов, 6 разделов, давайте мы сейчас входим в нашего вот обзора, разберем, что с ними будет происходить. Значит, ключевые концепции, основная ключевая концепция, безусловно, это ценность, причем ценность как совместное создание ценности заказчикам и IT-организациям. Что здесь стоит сказать? Ключевое слово совместное создание ценности, то есть подход, который последние вот лет там 8-10 прорабатывается, и последнее время стал очень популярным. DevOps, Development Operations, он теперь включен в IT-л, да, вот такими короткими циклами, разработка короткими циклами, именно при активном взаимодействии между различными стейкхолдерами и провайдерами IT-услуги, именно для того, чтобы быстро иметь возможность реагировать на какие-то различные изменения, на фидбэк от пользователей, на изменения внешнего окружения и так далее. Среди стейкхолдеров, здесь достаточно близкая аналогия с проектным управлением, делается такой достаточно существенный акцент на такую роль, как спонсор IT-услуги. Спонсор IT-услуги, как человек, который буквально обеспечивает эту услугу ресурсами в силу своей заинтересованности в этой деятельности. И прочие стейкхолдеры, ну термин стейкхолдер, я думаю, что большинству знаком, не будем на этом очень подробно останавливаться, все вовлеченные потребители, пользователи, те, кто, вендоры. Ключевые понятия. Выстраивается вот такая линейка. Ресурсы, то есть, скажем, аппаратные ресурсы, программные ресурсы, человеческие ресурсы, системы, программные системы, ну, например, ERP-система, там, 1С-предприятие, допустим, да. Продукт, да, продукт это нечто, что вот уже, собственно, работает, да, ну, например, там, 1С-бухгалтерия, да, или, там, корпоративная, или, там, exchange-сервер, да. И, собственно, на базе продукта формируется, собственно, уже услуга, которая включает в себя определенный функционал продукта, определенные уровни поддержки, консультации, пользователей и так далее. То есть, понятие продукта и услуги теперь будут, ну, достаточно четко разграничены. Продукт есть основа для предоставления услуги. Ну, когда была одна из сессий таких вот установочных, я задавал вопрос, есть ли смысл в таком разделении. Честно скажу, у меня до сих пор этот вопрос сохраняется. Вот, лишняя сущность появляется, но вот мнение выпускающей организации таково, что все-таки имеет смысл разделить, да, четко, допустим, сам продукт, как, например, программное обеспечение пользовательское, с которым работает пользователь, или, допустим, там, аппаратную телефонную станцию, как продукт, от, собственно, услуги, а что с этим продуктом можно делать? Возможно, в этом есть смысл, надо подумать, посмотреть, попробовать. Ну, естественно, акцент на ценность. Акцент на ценность, ценность для заказчика. Здесь никаких принципиальных изменений нет, как вы видите. Ценность, представляю, опирается на результаты, стоимость и риски. Результат, в свою очередь, это что? Utility and warranty, да, то есть достаточно традиционный. Это полезность для потребителя и гарантии предоставления, гарантии предоставления услуги. Ну, и вот теперь от общих моментов давайте как раз пойдем по вот всем разделам. Итак, семь руководящих принципов. Фокусировка на ценности, да. Отталкиваться от текущего состояния. Ну, действительно, все-таки, кроме, наверное, совсем уж там вновь создаваемых каких-то организаций, все уже так или иначе IT-инфраструктуру имеют, и поэтому те положения ныне действующей библиотеки IT, которые говорят там о создании с нуля, они, наверное, действительно уже в значительной степени актуальность потеряли. То есть развивать от текущего состояния, вы видите, не случайно у меня здесь приведен на слайде цикл деминга. Цикл деминга предполагается, как и в DevOps, переводить на более короткие итерации для того, чтобы быстрее получать обратную связь от потребителей, пользователей, заказчиков, команды поддержки, и тем самым иметь возможность итеративно быстро вносить какие-то улучшения, развивать продукт, обеспечивать большую прозрачность развития продукта и услуги для пользователей. Когда мы говорим о прозрачности, речь идет и о прозрачности функциональной, и о прозрачности в части полезности, и, естественно, прозрачность в плане стоимости. Следующий руководящий принцип – думать и действовать всеобъемлюще. Это тоже пришло, в общем-то, из DevOps культуры. Holistical, если взять оригинальный термин. Holistic. То есть команда, которая поддерживает продукт, предоставляет услугу, должна мыслить не только в своем узком ключе своего продукта, технических аспектов, пусть даже его ценности, но и понимать взаимодействие с другими продуктами, понимать аспекты развития компании и, соответственно, быть проактивной, предлагать то, что необходимо для развития продукта и, соответственно, предоставление большей ценности для компаний, для потребителей. Это принцип всеобъемночности. Однозначно делается акцент на то, что IT-команды должны мыслить категориями бизнеса. Это однозначно лучшая практика. При этом, да, оставаться простым, практичным, то есть, ну, это на самом деле очень тесно взаимосвязано с итеративными улучшениями. То есть, да, думать на перспективу, но здесь сейчас предпринимать простые, конкретные шаги, которые помогут здесь и сейчас действовать лучше. И тот же самый принцип постоянных улучшений с акцентом на автоматизации, минимизация ручной работы. Ну, почему, тоже понятно, потому что снижение издержек, повторяемость операции, уменьшение количества ошибок. Вот. Это семь руководящих принципов. Следующий раздел, так называемые 4 измерения управления услугами, dimensions, да, в оригинале. Ну, что такое измерение, да, ну, буквально некая, как в системе координат, да, вот я тут попытался, как геометры изображают четырехмерный куб, да, так вот немножечко изобразить, представить, конечно, нам, как существам трехмерным, это, наверное, немножко сложно, но вот четыре измерения, да, одно измерение – это организация и люди, второе измерение – это, соответственно, информация и технологии, третье измерение – это, вот оно, потоки ценности и процессы, что такое потоки ценностей, чуть дальше мы немножко скажем, это принципы, пришедшие из бережливого управления, ну, принципы ли на IT, я думаю, давно слышали, ну, и опять-таки, DevOps тоже очень активно на бережливом управлении основан. И, наконец, четвертое вот измерение, которое, ну, неким таким образом показано – это поставщики и партнеры. И вот именно на, как бы, пересечении этих четырех измерений, собственно, формируется сама IT-услуга. Организация, люди, которые используют и предоставляют услугу на основе тех технологических возможностей и той информации, которая существует, для того, чтобы достичь ценности в рамках существующих или реорганизуемых процессов и во взаимодействии с партнерами и поставщиками. Да, вот такая теперь концепция, которая вынесена, как бы, в титульную, если можно сказать, лист, вместо вот более привычного сейчас этого жизненного цикла, жизненного цикла услуги. Потому что, да, потому что жизненный цикл услуги становится таким все более и более коротким, да, и подверженным более быстрым изменениям. Ну, и вот по этим четырем измерениям как раз давайте мы с вами теперь пройдемся. Что считать хорошими практиками по измерению организации люди? Четко определенная орг структура. Как говорится, пусть будет безобразно, но единообразно, да, если так можно выразиться. То есть люди, орг структура может быть не идеальной, орг структура всегда отражает какое-то текущее состояние компании, но она хотя бы должна быть четкой и понятной. Возможно, вы помните закон Конвея о том, что, да, информационная структура компании, как правило, копирует, да, или является копией ее организационной структуры. Соответственно, ну, дальше все понятно. Хаос это автоматизация, автоматизация хаоса это автоматизированный хаос. Поэтому вот первая хорошая практика для IT это четко определить саму орг структуру компании. Здоровая организационная культура, ну, это очень общий термин, о нем можно говорить, наверное, если не бесконечно, то, по крайней мере, пару дней точно. Речь идет о том, что компания поощряет взаимодействие, обратную связь. То есть, нету такого вот сверху что-то спустили, делай, почему, ну, потому что я так сказал, да. Обратная связь, накопление опыта, распространение опыта. Учиться не только на своих ошибках и своих достижениях, но и распространять свой опыт среди коллег, опять же, не только среди IT, но и между пользователями, там, другими бизнес-подразделениями. Опыты организационные, опыт технический. Для чего? Для того, чтобы соответствовать общим целям организации. Но, согласитесь, это, опять же, довольно тесно взаимосвязано с общей культурой компании, доведение целей компании высокоуровневых до того же IT-персонала, чтобы люди могли, IT-сотрудники могли выстраивать свою работу, понимая, чего от них ждут. То есть, опять-таки, не гайки закручивать, да, там, сделай, потому что мы так хотим, а предлагать свои идеи, искать способы решения, имея в виду, вот, кстати говоря, ту самую, да, всеобщность. Да, что в конечном итоге преследует компания? Ведь, ну, банальные какие-нибудь вещи, там, в качестве примера даже взять. Одно дело, компания хочет нарастить свою маржинальность, и тогда она нацелена на снижение издержек. И совершенно другое, если компания, например, хочет увеличить свою долю в сегменте рынка или выйти на новый сегмент рынка, тогда, наоборот, издержки, как приоритет, уходят на какой-то даже не второй, а третий план, а самое основное, что, там, отлично работающий продукт, какой-то явно опережающий конкурентов, обязательно с какими-то, ну, пусть избитое слово, но инновационными, там, фишками. То есть, на что ориентироваться, там, тем же разработчикам, той же группе поддержки, на снижение издержек или на более удовлетворенных, там, внешних клиентов. Соответственно, из этого и вытекает, на что нацелены, там, навыки, компетенции. Вот четыре таких best practice, укропненных в области лучших практик по измерению организации и люди. Следующий – это создание потоков ценностей. Значит, еще раз напомню, термин пришел из бережливого управления. Поток ценностей – это последовательность действия, ну, то есть, можно сказать, процесс, бизнес-процесс, который на выходе создает, ну, либо итоговую какую-то ценность для бизнеса, либо, ну, нечто промежуточное, без чего итоговую ценность создать невозможно. Соответственно, хорошая практика – это построение на каждом отдельном участке вот таких карт потоков ценностей. Карты потоков ценностей, они обычно строятся очень локально. То есть, строить карту потока ценностей предприятий – это занятие довольно такое, бессмысленное, потому что слишком много факторов, нужно на конкретные локальные процессы выстраивать. Мы об этом, кстати, вот очень подробно говорим, в разных типах этих карт, их назначений, на курсе по бережливому управлению в проектах. Да, вот, если вы видели на сайте специалистов, есть такой курс бережливого управления в проектах. Там об этом подробно говорим. Теперь это пришло и в ITIL. Чему это способствует? Улучшению производительности. За счет чего? В чем, собственно, суть бережливого подхода? Выявлять за счет анализа вот этих потоков ценностей, где у нас потери. Какие потери? Да разные. Может, где-то люди используются нерационально. Там опытный админ работает там каким-нибудь аникейщиком в какой-нибудь момент. Может быть, это потери времени, где-то большие простое ожидание, пока кто-то выполнит свои действия. Где-то это может быть слишком много исправлений и дефектов, то есть повторные какие-то действия. Где-то это может быть дублирование деятельности команд. Две системы, и в каждой из них команды делают примерно одно и то же. Можно вынести какой-то функционал совместный. И вот как раз, да, анализируя вот эти вот такие элементарные, атомарные бизнес-процессы, как раз задача выявить вот такие точки потери. Ну и, соответственно, что-то там улучшить. Избавиться от дублирования, посмотреть, как можно минимизировать дефекты, например, создавая тестовые среды, ну и так далее. Один из важных инструментов, он достаточно давно известен в бизнес-менеджменте, который используется, вот он, собственно, и вайтил теперь. Ну, в нынешней версии там PEST-анализ, сейчас его расширили до PEST-л. Да, вот что это такое? Учет в определении ценностей политических факторов. Ну, когда говорят политические факторы, не нужно обязательно там думать про какие-то там высокие материи. Политические факторы, это в том числе порядок принятия решения в компании, взаимоотношения между, например, там акционерами, шейхолдерс компаний, там внутри совета директоров, там разные группы интересов и так далее. То есть политические факторы на совершенно таком вот уровне, ну, как сказать, своей организации, да. Факторы экономические, да, это, соответственно, факторы цели компании, состояние рынка или рынков, на которых компания работает. Социальные, ну, что значит социальные факторы? Стоимость рабочей силы, например. Трудовое законодательство, какие предоставляет возможности, какие создает ограничения. Ну, технологические здесь, я думаю, все достаточно очевидно, то есть что существует на рынке, чем из этого мы можем пользоваться. Правовые, да, особенно какие-то там ограничения регуляторные. И факторы окружающей среды. Ну, вот окружающая среда, да, это, конечно, самый такой широкий термин, самое широкое понятие здесь. То есть предполагается, это все, что вне пределов нашего влияния, это за нашей организацией находится. Это как раз может быть и регулирующий фактор, это действия конкурентов, это вендоры, там, возможно, те же самые, то есть природные факторы, ну, там, где это, естественно, имеет смысл. Ну, вот на основе анализа вот этих факторов строится система ценности услуги. Какую ценность создает та или иная IT-услуга? Что это может быть? Снижение издержек как ценность, большая удовлетворенность персонала в компании, ну, то, что называется мораль, да, в широком смысле этого слова. Может быть, это повышение производительности труда, может быть, улучшение имиджа компании, повышение стоимости бренда. Строится вот эта цепочка ценностей, которую мы уже как раз сказали. На основе принципов, практики, какая ценность получается на выходе. Если это, например, бухгалтерская система, ценность какая соответствует требованиям законодательства, прозрачный бухгалтерский учет, снижение потерь. Если это, скажем, система управления взаимоотношениями с клиентами, ну, какие можно выделить ключевые ценности? Например, снижение стоимости лида, увеличение объема продаж. Для создания ценности выделяют шесть основных активностей, которые, собственно, вот здесь и перечислены. С планирования, приобретение, разработка, предоставление, поддержка и последующие улучшения. Продукты или услуги и создание ценности на очередном этапе развития. Ну, кстати говоря, да, ценности на разных этапах развития компании и продукты, они, в общем, могут меняться. То есть, если, допустим, один из самых, наверное, таких очевидных и часто встречающихся примеров, если компания выходит на новый рынок, то на начальном этапе вывода продукта на рынок основная задача какая? Захватить этот рынок, привлечь покупателей. То есть, ценность – это количество клиентов, например, количество скачиваний там мобильного приложения, количество случаев использования мобильного приложения. А когда доля рынка необходимая получена, ценность может переместиться в какую область, допустим, повышение маржинальности. То есть, начинают вводиться платные сервисы в эту услугу, ну и так далее. То есть, ценность от этой услуги меняется. Сначала ценность – это доля рынка, охват пользователей. На другом этапе ценность – это увеличение маржинальности. На третьем этапе может быть что-то еще возникает. Ну и, естественно, вот эта вот модель постоянных непрерывных улучшений, как вы видите, она осталась неизменной. Она осталась неизменной по сравнению с текущей действующей версией ITIL. Ну, собственно, вот у нас есть некая перспектива состояния to be, к которому мы хотим прийти. Необходимо провести оценку текущего состояния с точки зрения и бизнеса, и текущих IT-сервисов, того, что они предоставляют, какие на них затраты, каковы их потенциальные возможности к развитию. А дальше, собственно, выработать шаги, как из состояния нынешнего, из состояния this мы можем перевести в состояние to be. То есть, в чем мы будем измерять, какие цели будут являться ближайшие, какие для этого должны предприниматься шаги, и, собственно, проводить регулярные измерения, при необходимости корректирующие воздействия, и отслеживать этот прогресс в достижении ценности, соответственно, по продукту. И вот, что касается непрерывного улучшения, здесь основные процессы и метрики, в общем-то, сохраняются. Акцент немножко меняется. Акцент больше делается теперь на управлении изменениями. Но это, наверное, для большинства из вас не новость, потому что достаточно много, уже, наверное, лет 5-4 точно, как в очень многих областях, популярна и довольно широко распространена концепция, которая получила название «гибкая компания». Что такое «гибкая компания»? Это компания, которая умеет быстро адаптироваться к различным изменениям рыночным, технологическим, социальным, и, соответственно, реализовывать возможности, которые эти изменения предоставляют. Это не из-за этого, но, напомню, два основных атрибута гибкой компании. У компании должны быть очень четко выстроены процессы управления рисками для того, чтобы эти возможности быстро выявлять, идентифицировать, и процессы управления изменениями, для того, чтобы реализация изменений не превращалась в хаос, а как раз ввела к достижению результата. Вот, собственно, что мы теперь видим и вайт. Управление изменениями и управление организационными изменениями. То есть это подчеркивается, что изменения касаются не только IT-инфраструктуры, IT-услуг, но и IT-услуги могут лидировать организационные изменения в компании, изменения структуры, перераспределения обязанностей. На основе чего? Управление знаниями. Отчасти уже я несколько минут назад упоминал. Это может быть что в частности? Обмен опытом, фиксация внутренних лучших практик, фиксация внутренних недопустимых практик. Это тоже, кстати, хорошая практика. Не делай так. Мы так делали, у нас не получилось. Анализ гэпов. То есть как раз выявление разрывов между вот этими состояниями to be и as is. И формирование метрик, по которым будет отслеживаться достижение результата. С точки зрения метрик здесь по подходам принципиальных изменений нет. Как, я думаю, вы помните, в ныне действующей версии есть более высокоуровневые, так называемые критические факторы успеха CSF, critical success factors. И каждый вот этот критический фактор успеха, он подкрепляется, его достижение подтверждается определенным набором сбалансированных показателей производительности, key performance indicators, KPIs. Ну вот, собственно, эта концепция не меняется. Ну и, наконец, процессы или как их теперь называют практики. Значит, в новой версии ITIL будет всего выделено 14 практик так называемого общего менеджмента. Ну, понятно по названию. То есть те, которые не специфически айтишные, а общие управленческие практики. 17 практик именно сервис-менеджмента и 3 практики технического менеджмента. Ну, вот некоторые из них давайте посмотрим. Как вы видите, многие из них совпадают или похожи на ныне существующие процессы. Что-то немножечко, естественно, претерпевает изменения. Как вы видите, если сравнивать с количеством процессов в нынешней версии ITIL, у которых 26 количества вот этих процессов практик увеличивается. Но, как обычно, не обязательно применение всех. Итак, что это за практики? Контроль изменений. Управление инцидентами, проблемами. Ну, тут все стандартно, традиционно. Управление сервисными запросами. Немножко меняется название. Сейчас request fulfillment будет. Management of service requests. В общем, service desk. Нет вот этого уже понятия сервисной функции, да, как нынешняя версия. Service desk как практика, да. Управление уровнем услуг. Service level management здесь все традиционно. Управление информационной безопасностью тоже. Управление взаимосвязями. Ну, в общем, это некое расширение, развитие того, что было в нынешней версии 2011 года процесса business relationship management. Расширение в каком аспекте? Взаимосвязями не только с бизнесом, взаимосвязями в целом. И с бизнесом, и с потребителями, вот с подразделениями, внешние взаимосвязи. Ну, там поставщики, партнеры. Собственно, управление поставщиками supply management здесь тоже никаких принципиальных изменений. Ну, по крайней мере, с точки зрения позиционирования процесса нет внутри, естественно. Там есть, конечно, в процессах доработки. Ну, вот что я могу сказать. Лично меня порадовало. Ну, наконец, переименовали вот этот процесс управления событиями. Ну, согласитесь, в общем, звучало немножко всегда странновато, как можно событиями управлять. Управление мониторингом, да. Управление мониторингом. Разделили процесс управления релизами и развертыванием на два самостоятельных процесса. Ну, собственно, как он и в нынешней версии, конечно, описывалось одним процессом, но он был как бы разорванный, да. И поэтому я думаю, что это разделение вполне логично. Ну, конфигурационное управление тут традиционно. Непрерывные улучшения, о чем мы говорили, которые включают в себя, да, свою группу процессов. И практик. Управление доступностью объединили процессы управления мощностями и производительностью. Ну, посмотрим более подробное описание. Возможно, в этом есть смысл, потому что, ну, действительно, availability management, capacity management в области деятельности очень тесно связан. И, возможно, действительно, лучше будет практика, если их объединить. Управление IT-активами тоже, обратите внимание, вынесено из управления конфигурацией. Все-таки это более специфическая деятельность. Это тоже, наверное, правильно сделано. Управление конфигурациями как деятельность в большей степени нацеленная на поддержку текущего обслуживания процессов управления изменениями, инцидентами, проблемами. Релизами управления IT-активами как более бизнес-ориентированное, потому что, ну, IT-активы – это ведь не только ПО, аппаратная часть. Это и сами процессы выстроены, это и документация. Ну, и управление непрерывностью. Я не все эти практики здесь перечислил. Основные, вот просто, чтобы дать такое представление. Коллеги, если есть по структуре какие-то вопросы, пожалуйста, вы их задавайте, вы их задавайте, вот, а я тем временем пока переключусь на структуру, на структуру сертификационную, как она поменяется. Значит, смотрите, давайте я напомню, ну, вот по сайту специалиста, да, если вы зайдете вот в этот раздел курсов по IT-менеджменту, в путеводителю, ну, это, в общем, традиционно, не только у специалиста, да, это общая схема. То есть есть сертификация какая? Foundation, есть набор Intermediate сертификации и есть сертификация Expert. Соответственно, за исключением уровня Foundation, все остальные сертификации, сертификационные уровни имеют свои, так называемые, prerequisites, то есть предварительные требования, это курс соответствующий и наличие статуса Foundation. Ну, а, соответственно, для получения Advanced Level Expert, это наличие необходимых вот credits, да, которые дают сертификации Intermediate или Practitioner уровня и, соответственно, прохождение вот курса Managing Cross-Life. Ну, есть еще уровень Master, но там не нужно сдавать экзамен, да, это вы помните. Вот, это вот текущая версия сертификационная. Новая версия сертификационная отчасти ее повторяют, но только отчасти. Здесь, оп, прошу прощения, достаточно есть серьезные отличия изменений. Общая эта структура, она как раз выглядит, в общем, похоже. Есть уровень Foundation, а, значит, сертификация Foundation, как объявлена на настоящий момент времени, да, вот делаю такую оговорку, потому что, как с выпуском самой библиотеки были переносы сроков, не знаю, что будет с сертификацией. Но вот по состоянию на сейчас Foundation объявлено, что выйдет 28 февраля. 28 февраля. Но ITIL Foundation по новой версии. Второй уровень, который сейчас называется Intermediate, будет называться Specialist. Видите, вот ITIL Specialist, ну, по соответствующим направлениям. Причем, обратите внимание, направления никак не соответствуют тем направлениям, которые есть сейчас, да. Одно направление – это создавать, предоставлять, поддерживать. Другое – это направлять ценность для стейкхолдеров. И третье – это обеспечивать высокую производительность IT. И четвертый – это руководство, планирование и улучшение. Причем вот этот экзамен, видите, он входит в обе линейки. И Managing Professional, и Strategic Leader. Соответственно, третий уровень – это, ну, сейчас называется Expert, будет называться Managing Professional, соответственно, одна линейка, и Strategic Leader – другая. Соответственно, для Managing Professional нужны вот эти четыре экзамена, как prerequisites, для Strategic Leader, соответственно, вот цифровая и IT-стратегия. Что нам сказано на данный момент, что объявлено про сертификации вот уровня Specialist и уровня MP? То, что они появятся, да, силабусы, требования к ним, соответственно, обновления не ранее второй половины 2019 года. Вот более точной информации пока нет. Соответственно, по мере того, как она будет появляться, естественно, тоже будем ее доводить. Мастер, ну, принципиально не меняется. Принципиально не меняется. Теперь вопрос, который наверняка, наверняка многих из вас, многих из вас интересует. Как быть тем, кто вот находится сейчас на какой-то стадии сертификации? Значит, начну с плохой новости. Ну, понятно, все немножечко в кавычках. В отличие от предыдущих смен версии библиотеки, бриджи теперь не предусмотрены. Опять же, по крайней мере, на настоящий момент. То есть нужно будет эти экзамены все сдавать заново. Но, хорошая новость, кредиты, полученные от экзаменов по версии текущей 2011 года, будут засчитываться в качестве допуска к соответствующим ступеням экзаменов. Это большой плюс. Вот поэтому я, ну, кто вот тоже вот даже был, я вижу по списку, когда вот эта информация была в ноябре озвучена, я, собственно, даю рекомендации, что пока вполне имеет смысл набирать кредиты и сдавать экзамены по существующим версиям. Потому что они понятны, они, по ним есть схема подготовки. То есть сдавая экзамены по существующим версиям, вы, во-первых, уже получаете статус, который у вас, естественно, никто не отберет. То есть в этом смысле ничего не меняется. Ранее полученные статусы, они, разумеется, продолжают действовать. Просто они привязаны к версии. То есть человек, получивший, скажем, сертификацию ITIL-эксперт, он будет оставаться ITIL-экспертом, но что по версии ITIL, там, соответственно, 2011-го года. А кредиты, которые при этом заработаны, он может зачесть для допуска на сертификацию, скажем, там, Managing Professional. То есть бриджа не будет, сдавать придется заново, но не нужно будет проходить вот такой большой объем обязательных тренингов. Поэтому имеет смысл, поскольку еще минимум полгода впереди, а может быть и больше, вот эту вот линейку, в общем-то, осваивать и сдавать. Ну, разумеется, если вы вообще заинтересованы сертификацией, то уж, наверное, оговорка, что называется, само собой. Ну, вот, собственно, то, что, наверное, можно сейчас говорить. К сожалению, ну, выпускающие организации, хотя вот для сообщества, там, вот тренеров доводят больше информации, но, к сожалению, не все разрешают разглашать. Вот, поэтому, вот, на данный момент информация такая. Соответственно, я напомню, что, ну, естественно, и на сайте специалиста. Вы всегда увидите вот здесь обновление сразу же по мере того, как только что-то будет появляться. Ну, я, естественно, тоже стараюсь максимально оперативно у себя на сайте, где-то там в каналах, в соцсетях, соответственно, информацию давать. Сразу же, предваряя вопросы, которые были, где можно скачать презентацию, презентация доступна у меня на сайте, да, вот, здесь на нее ссылочка есть, ее, соответственно, можно открыть. Она свободная, так сказать, распространяемая запись будет на сайте специалиста, ну, обычно это где-то в течение примерно недели появляется. Естественно, коллегам надо успеть там отработать. Вот, какие есть вопросы, пожалуйста, на что смогу, на что имею право, на то отвечу. Спасибо всем, кто...